Жители одной из квартир, дома номер 6 по улице Воронина, уже несколько дней живут без света. И это не потому, что электричество отключили за неуплату. В двух комнатах люстры пришлось снять. Мера вынужденная. С начала февраля с потолка ручьями течет вода. 4 февраля все это началось. 8 февраля к нам только пришли составлять акт. То есть 4 дня мы сняли люстру. Мы жили без света в первой комнате. Потом у нас все переместилось на кухню. В кухне стало течь. Разбухать обои и все. Потолок отслаиваться. Потом все переместилось в мою комнату. Уже после 11 числа. Уже все в моей комнате было. Мы сняли еще в одной комнате. И сейчас перемещается все в третью. То есть в три комнаты у нас без света, включая коридор. Обращение в управляющую компанию должного результата не дало. В городской администрации разводят руками. Каждый день в мэрию пачками поступают жалобы на протечки. А тем временем коммунальная драма переходит в новую фазу. Когда столбик термометра поднимается выше нуля, натяжной потолок под тяжестью воды проседает на 10-20 сантиметров. Четвертого числа обратились. У нас вот все течет по стенам. Все капает. От того, что капает уже две недели, у нас разбухла вся окладка. Дверь уже не закрывается. То есть ее невозможно закрыть. Там, наверное, сантиметра на 3-4. То есть я могу показать. Вот. Она вот отошла. Набухла. Дверь невозможно закрыть ни с какой стороны. То есть что с этим делать, мы не знаем. Лужа. Ходим вот так. Вытираем тряпками, сливаем. Течет все по обоям. Потолок уже не отмывается. И ковыряем мы ножом, и все, не отмывается. И это далеко не единственный случай в доме на Воронина. В соседней квартире ситуация аналогичная. Гостиную и спальню украшают тазики и ведра. Чтобы вода не вышла из берегов, посуду приходится менять каждый час. Жители сетуют на рабочих, которые, по их мнению, однажды нарушили технологию уборки наледи с кровли. Может быть, позатом году у нас, когда сбивали лед, очень сбивали лед так, что мне проломили балкон, пришлось мне его менять, крышу балкона. И у нас сразу все потекло, потому что все вот эти отбили. Над крышей вот эти вот, не знаю, как назвать. И отбили все, у трубы все отбили. И у нас тогда все потекло. Как уж они железными этими топорами громадными били. Мы им кричали, что вы что делаете, вы вообще у нас что есть-то изломаете. Дом номер 6 находится в ведении управляющей компании «Согласие». Ее руководство уверяет, что делает все возможное для спасения жильцов. В прошлом году поменяли прохудившийся фрагмент шифера над другим подъездом. Кровлю в крайнем обещают залатать весной. Первая заявка от жителей этого дома поступила 13 февраля. В периоде 18-19 года мы регулярно очищали кровлю от снега и наледи. Это в декабре, в январе, в феврале. Сегодня мы в очередной раз чистим кровлю. И я надеюсь и полагаю, что после очистки кровли от снега и наледи протечка прекратится. Капитальный ремонт крыши в доме запланирован на 2031 год. До этого, видимо, придется запастись терпением, тазиками и ведрами. Максим Серебряков, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ, Иваново.